Всем добрый вечер! Влог начинается с вечера. Вообще думала утром начинать, но я сижу, монтирую видео. У меня здесь орхидеи только при свете дня и здесь, только вечером. Закрыты рулонные шторы и так видно цветочки, они так все в кучке. Когда солнце светит, то, конечно, напротив солнца, знаете, как говорят, не снимают и не фотографируют, потому что солнце бликует в линзу. А сейчас, конечно, когда они все развернуты, я прям сижу вот здесь, и вот такая картина, весь подоконник в цветах. Такие зайки. Красотулечка. В общем, цветут, тут стоят красивые. Это попугай. Кто любит пестроцветущие, то попугай, ну хотя интрига, она более... Интрига есть еще похожая на попугай, есть интрига красная, интрига желтая. Желтая интрига, она поярче, поярче, пестрее будет. Из фиолетовых Вайлет Квин, Вайлет Квин, очень неприхотливая. Это просто у меня безымяшка. Еще из белых есть красивые. Кришну я себе заказала. Я себе заказала Кришну, беленькую орхидею, и заказала, кажется, сладкую девочку, желтенькую. Плюс где-то там интрига у меня. Еще одна желтая. Вот тут вот желтая с эпицентра красивая была. Это бордовая. Хочу еще красную, типа Будда, там что-то такое. Красную хочется. И розовую. Короче, разная хочется, но вот показываю красивенькие. Тут такие стоят прям, ну, такие зайки. Они такие разных размеров, разных форм, разных, ну, все разное у них. Вот эта королевка, у нее губа такая, видите, вот в кучку. У этой прям разделено все. Ну, ладно, кто не очень любит, то извините. Добренькое утречко. Так, сажусь и рассказываю. Всем привет. Еду на работу. Купила моток ниток еще для одного мастер-класса. Прикольного, очень классного. Еду на работу. Приду на работу и расскажу свою грустинку. Как раз эмоции повляшутся. Сейчас. Короче, я уже на работе. Пришла уже девочка, но я при ней могу снимать, потому что иногда она раньше даже кое-что смотрела. Кажись, да, Камил? Кажись. Кажись, вот печалька, которую хотела сказать. Сейчас я вопрос про трубы в изолеплении. Ну, не в изолеплении, камера. Пошел муж, забрал посылку. Свекровь передала посылку. Она отвезла с Луганской области, забрала вещи. Привезла в Бердянск, прислала нам посылку. Я так расстроилась. Это уже вторая посылка, которая доводит меня до слез, потому что мы ничего не просим передавать с нашей квартиры. У нас в Луганской области есть квартира, трешка, трехкомнатная, там, ну, оформлено все. И, конечно, когда мы делали ремонт, мы вкладывали туда, ну, сердце, душу. То есть, что только тот, кто делал ремонт и знает, что такое своими руками. Откосы, подоконники. Я даже шторы, тюли пошила сама. Постельная у меня пошита у детей. Там подоконник был разрисован. Потом я закрасила. Ну, то есть, это как вот атмосфера твоей жизни. И первая посылка пришла год назад. Свекровь почему-то поснимала со стен наши фотографии и прислала нам в ящики. И когда я открыла посылку, эти фотографии, они вот разбитые, потому что прямо в рамках. Привет, Анна. Сейчас я опечатку рассказываю. Рамки разбиты. Я так расплакалась, как будто вот, ну, не то, что поломали жизнь, но, короче, было неприятно. А сейчас муж открывает, а там полотенце. Зачем нам эти полотенца? Верхнее полотенце вообще как тряпка. Я так расстроилась. Я говорю, Миш, зачем? Тем более, я туда еду. Ну, я решила. Просто я сейчас жду определенные условия есть, да, как всегда, для пересечения границы, прививки, все дела. И я опять так расстроилась до слез. Просто как будто вот, ну, я не знаю, как это объяснить. У меня нет слов. И печалька, и все. Я делаю ногти и живу дальше, потому что надо жить. Муж тоже расстроился, если честно. Потому что, короче, потому что он просил маму не ходить в шкафы, во все. У нас там в спальне комод. В комоде наше белье, ну, по-взрослому. Какое-то наше личное белье, наши личные вещи. Потому что, ну, мы семья. Ему же говорит, мам, не надо. Он ей уже конкретно говорит, мам, там наши трусы, там еще что-то. Она, ой, перестань. Ну, нам полотенца тут точно не нужны. Короче, я не знаю, почему я так расстроилась. Я передать вам не могу. Ну, ладно. Ладно, пока. Не пока, а пошла делать. Отработала, приехали в эпицентр. И сейчас встречусь тут с Михасем. Я и муж. Я на постельном. Конечно же, Михась. Помашите. Постельное, смотрю. Доходились, что эпицентр уже закрывают. И Новый год уже поубирали везде. Я люблю, когда убирают Новый год, потому что, наконец-то, выставляют все красивые горшочки. Я полочку не посмотрела. Ну, то ладно. Все, идем расплачиваться. Ага. Очень прикольно вечером приезжать в эпицентр. Это парковка пустая. Красота. Да, у него спремянка на крышу. А что он делает? Он специально прикалывал? Спремянка у него на крыша. Он боком наваливает. Ты его за нашей машиной. А зачем он так делает? Прикол. Забава. Очень все любят дворки ездить на гофе. Мой дома. Посылка, про которую я говорила, которая меня грустит. Я даже не знала, что у нас такие зачеханные полотенца дома. Какие-то они печальные. Как будто не наши. Здесь у нас получше. Это постельное взяли в эпицентре. Очень классненькое. Потом покажу. Я очень счастлива. Почему так надо поколоть капусту? Потому что вчера я приготовила кушать на два дня. Это очень-очень круто. Это очень классно освобождает от бытовухи. Дырявлю капусту, выпускаю газ. Выпускаю газ, чтобы горькая не была. Я дома, я на кухне. Распаковку делать негде. Как всегда, Викторина песня. Я не ожидала, что вы так рано придете. А почему вы постоянно? Рано приходим? Я сам. Дочь, подмети. Ты картошку чистила, как будто ты не чистила, а как будто мусор высыпали. Нет, я хочу готовить кушать. У меня сейчас на повестке дня. Я уже отработала сегодня с 9 утра. Но это очень здорово. Ты и отработала, и у тебя впереди целый день. Я сейчас хочу солянку сварить. Я проснулась. А родителей дома нету. А мальчики? А мальчики были? Я проснулась. Хозяйка, хозяйка, картошку варит. Пирожочки с картошкой сейчас будем жарить. Нет, потому что я уйду. Куда? На театр. На гамнятор. Все, если. Карамы, если. Давай, я тебе говорю, а ты мне рифму. Помогаем. Помогатор, помогатор. Ладно, отключаюсь. Надо идти переодеваться. И еще. Я покрасила волосы краской Preference. L'Oreal Preference. До этого же красила два раза гараньер Оля масляной, без кислотной, без аммиачной. Так классно закрашивала седина. Сегодня покрасила, вчера покрасила Preference. Если видно, дайдусь я к свету. Виски вообще... Ой, я вас закрыла. На телефон, конечно, снимать это не так. Виски вообще седые. Вообще не закрасились, если видно. Но, наверное, не видно. Виски вообще не закрасились. Поэтому сегодня буду перекрашивать. Купила опять Оля. Ладненько. Отключаются мелочи жизни. Ставлю сразу вариться солянку, в горох. Маленькая, быстрая распаковка. Хлеб без дрожжевой, сосиски, чтобы были. Дрожжи сейчас на пирожки, хлеб на утро, майонез к сметанковой, сметанной, к солянке. Это разные мяса, разновидность. Солянка будет? Да. Разновидность мяса к солянке. Лук, морковка, овощи. Вот это вкусняшка детям. Каждому индивидуально три штуки. И это лично Виктории. Дальше это тоже на солянку. Это тоже на солянку. Яйца, чтобы были к сосискам. Потому что у кого дети взрослые, дети есть, там у сосиски яйца. И все, можно не переживать тоже. То есть еще там где-то пакет с сухофруктами очень много. Еще зашли на рынок, купили сухофрукты. Сухофрукты. Вот это на узвар взяла полкилограмма. Это груши. Вяленые, прикопченные. Это вишня. Это чернослив. Стаканы. Это мне на работу стаканы. И взяла бергамот. Плод бергамота. На лимон похож. С чаем пить. Все, вот такая распаковка. Все, установлюсь готовить. Снимаю на телефон. Камеру попросила Виктория. Показываю, какую обалденную солянку я уже сварила. У меня рецепт этой солянки есть на канале. Я вставлю ссылочку. Здесь сердечки, пупки, четвертинка, колбаски, ветчина. В принципе, кажется, что очень много. Но на самом деле всего понемножку. Из-за этого нормального. Как-то я не могу такое разрешение у телефона. Может, вот так, вот так как-то надо. В общем, солянку сварила. Сварила гороховую кашу на начинку для пирожков. Но творяжки уже не жарила. Мы с Мишей уезжали. Приехали. Я сейчас только села кушать солянку. Я ее даже не пробовала. Сейчас поем солянку и буду отдыхать. Но на самом деле как... О, и мне положили. А, Миша мне привез посылочку. Плюс мне нужно вымыть ботинки. Один я, один Виктория будем мыть. Так и Дочи научатся обувь мыть. Ну, нормально вымывать там кожаную. Она вырвала змейку. В общем, я кушаю, я к вам вернусь. Говорю, но просто потом такая... Да, и такая... Что с моей речью? Виктория вернула мне камеру. И она тут сидит монтирует. Боже, шо роботе, шо роботе. А я так... Я могу тебе показать начало. Давай. Ну, просто... Покажи начало. Эксклюзивно только тебе. Давай, показывай. Ты, шо? Ты, шо? У меня будет так... Так будет... Да. В общем, я оставлю ссылку на Викторин канал. Это она учится. Онлайн обучение. У некоторых пересылщиков есть одна проблема. Когда горшок не фиксирует. Ой, какие большие. Ой, какие большие зайки. Это Кришна. Это бело-цветковая. А это сладкая девочка. Это желтенькая. Ой, какие классные. Ой, какие классные. Ой, какие классные. Мои зайки. Все. Распаковала моих зайцев. Ушастых, ушастых зайцев распаковала. Добрый вечер. Поели отдохнули из-за дела. Мою сапоги. Сейчас буду намывать. Отбеливать подошву. Потому что нужно отдавать в ремонт. Виктория вырвала вот здесь вот смейку. Прям вырвала. Виктория вообще обувь носит ужасно. Это мои сапоги. Мне они так нравились. Удобные. Но она их взяла носить. Носила-носила. Пока не убила. Ладно. Такие страшненькие. Три. Вот. Все. Ботинки вымыли. Шнурки Виктория постирала. Сейчас сохнут. Завтра отнесем в ремонт. Несмотря на то, что здесь шнурки. Надо все равно починить змейку. Да. Мы те люди, которые чиним ботинки. Потому что это кожаные дорогие ботинки. Виктория носит обувь ужасно. Просто она косолапит. И сейчас. Я уже скупалась. Можно подумать, что вместе с ботинками. Но нет. Виктория носит обувь плохо. Косолапит. Как-то даже не косолапит. А просто не поднимает ноги. А идет вот и шкарябает. Если надо, она может спинку ровно. Жвотик подтянула и пошла. А если не надо. Как пацанка. Или как. Любит больше кроссовки. Все такое. Но вот ботинки взяла. И реально их угробила. Мне жалко. Но я даже не знаю. То ли ей купить новые. То ли себе купить новые. А эти ей отремонтировать. Потому что ботинки стоят 2500 гривен. Кожаные. Внутри там тепленькие. Все удобно. Высокое. Ну хорошо сидят. Но вот такие дела. Буду с вами прощаться. Влог за два дня. Большое спасибо, что смотрите. Все. Всем спасибо. Всем пока. Я устала. Я сегодня с утра работала. Почти с восьми. И короче все. Я уже вот такая.